Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас идет расторговка Субтитры сделал DimaTorzok Сильно разгуляться мы ему не позволим Мы собственно говоря по графику видим что происходит Что нас перетягивает немножко сейчас Шеврон Который сильно падает ECO При этом Сильно не падает Это ETF Хоть там и 300 Сильно не разгонишься Но тем не менее Какой-то вот такой небольшой хедж он нам дает Опять же здесь простая зависимость Чем хороша В данном случае Таймора Что если Если у нас График растет Да вы купили например спред График просто должен не падать Вы будете в плюсе Уже просто графическое наблюдение Наблюдение за графиком позволит вам Принимать решение Причем иногда при желании Можно даже усредняться При этом открытие 400 shares Для вас не представляет Такой же опасности Как если бы вы открылись отдельно 400 shares По той или иной акции В ту или иную сторону Еще через пару минут Я буду включать сканер В смысле Этот не сканер Стратегию Пока понаблюдаем за тем Что у нас происходит С портфолио С спредом То есть это график спреда Разницы Переходим на любую зону И вот сейчас график будет Если он будет расти Мы будем видеть как будет увеличиваться Наш плюс Общий Тут он учитывает так же еще и комиссии Вот наш вход отмечен Не успел я там нормально зайти Пытался по бидооферу зайти Не получилось Поэтому пришлось маркет просто тупо нажать Это всегда заканчивается тем Что заходишь немножко не там где хотел Так смотрим Идет дальше здесь Опять же Часть пары Которая дает убыток Вы можете Закрыть В данном случае Никто это не запрещает Делать И наоборот Долить В ту часть Которая дает плюс Преимущество Еще раз говорю Хеджирование То есть У вас есть просто больше времени На подумать Ну и второе преимущество Что Ну 400 шерсть все-таки Если оно работает Идет в нужную сторону То там нормально получается И вы можете долиться Опять же Купил еще один спред Такой же Или продав там По желанию И дает иногда там До 500-600 долларов Такая вот тема Легко Даже на небольших Таких входах Вот еще один момент Который Многие не понимают Как это так может быть Что Как бы Разнонаправленные акции Дают Одного и того же сектора Дают плюс В какой-то момент Действительно На спреде Это достаточно часто происходит Потому что Когда там что-то растет На другой акции Которую вы продали Может быть откат Например И в этот момент Вы будете видеть Плюс по обеим акциям Мы видим Что растет Золотой сектор Желодей ЖДХ Видите Здесь вот у меня Для пар Здесь вот Участвуют пары Две Только по золоту Одна Где работают ЖЛД Против ЖДХ И по нефтянке Пара Спред В которой Будет Шеврон Против ЮСИО Кстати Один из Советов Которых Я как бы могу дать Из моей практики Что Да Уравновешивать пару Неплохо Как раз ИТФ То есть Если у вас В паре Какая-то акция ИТФ Все-таки Более плавные Они Больше Сглаживают Это дело Ну Пока так Особо Никуда Она не двигается Ни туды Ни седы Хорошо Прошло небольшое время Уже Там Минут 15 Прошло Я думаю Можем Включить Стратегию Немножко Будет мешать Конечно Это 9.45 Да Давайте Начнем Почему Мы будем Видеть Результат По стратегиям Вот здесь Отдельно И наш Результат Правда Он будет Конечно Добавляться И к этому Результату Это Как бы Немножко Будет Сложнее Вычислить Что происходит Со спредом Плюс Он там Дает Или Минус Но пока В принципе Все понятно Да Первые попытки Захода Стратегии Продажа 3D Не будем Мешать Ждет Ждет Исполнение Там Похоже На Метный Ордер Главное Чтобы Нас Не Перетягивало Здесь Минус Минус Как Вот так Плавненько Меняется Мы можем При этом Конечно же Посмотреть Отдельно Графики Шеврон Который Пытался Расти Там Да Сейчас Снижается И ЕСЕО Тоже ЕСЕО Мы продавали ЕСЕО Пытается Расти График Пока Против У нас Паршивник Здесь Мы можем Закрыть Часть Позиции Тут Она Тройная Конечно Не Совсем Хорошо Получится Да Попробуем 150 Продать Могут Не дать Нам 150 Продать 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 . Продолжение следует... Это уже идёт работа стратегии. На работе три позиции по стратегии. Что-то будет вообще сложно. Сложно видеть, что у нас там происходит. Шеврон плюс 18. Четыре тикера в работе по стратегии. Тут пока неплохо всё складывается. Есть шанс, что он здесь вот таки пойдёт вниз. Наши 300 шерст позиции. А шеврон вверх, да? То есть то, что показывал изначально нам график. Не будем обольщаться, но в принципе понаблюдаем. Шеврон плюс 15, есть его минус 12. Ну, давай, 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 за нуля. Вот мы в зоне плюса. Параллельно мы можем видеть, как работают стратегии. Стратегия, как работают вот эти позиции. Открытая и закрытая прибыль. Открытые позиции. Раз, два, три, четыре. Большой плюсик. Ну, великолепно. Мы подошли к 29.65, с которого начинали продавать ECO. Там мы притормозили манёха. Опять же, если нам что-то не нравится, мы можем постепенно закрывать часть позиции. Видите? Вот я ECO сократил уже с 300 до 200. Вот не нравится она мне. Что-то она себя ведёт как-то, нехорошо. Видите, вот она. Закрой ещё сотку. Ну, видите, ниже смысла держать. Похоже, у нас будет расти всё-таки нефтянка активно. Мы вышли из позиции по ECO. На 300 шерсть, где-то долларов 26 она нам дала минуса. Оставили шеврон. За шевроном наблюдаем. То есть, в данном случае график пары у нас уходит вниз. Можно это определить, не глядя на него. Не пошла эта тема, которую мы планировали. Ничего страшного. Видите? Часть позиции у нас зафиджирована была шевроном. И шеврон даёт плюс. Причём, шеврон мы можем включить в стратегию, например. Давайте посмотрим на неё. Да, вполне можем попытаться включить шеврон в стратегию. Чтобы за ним следила машина. Вот этот график. Добавляем стратегию. И вот дальше за шевроном следит уже машина. Та же стратегия. Раз, два, три, четыре, пять. Тикеров открыто. Всё. На этом финита на комедии. Человеческие руки упражняются. Вернее, устраняются. Видим, да, что мы сейчас потихонечку переходим в плюс. Это общая дельта с учётом комиссии на данный момент пока минусовая. В принципе, нам особо пока ничего не угрожает. Здесь максимальное количество тикеров. Пять. Так, шеврон. Двести. Это что это он? Докупил что ли? А, я поставил стратегию. Вот не делайте так, как я. Надо было нажать на другую кнопку. Смотрите. Вот сейчас здесь будет, видите, 100. Сейчас мы дольём ещё. То есть я... Вот. Вот теперь правильно по шеврону. Видите? Сейчас у нас шеврон отслеживается 200 шерст. 200 шерст на покупке и 200 шерст трейлинг стоп. То есть что я сделал? Я просто включил шеврон в стратегию. То есть я нажал применить стратегию к шеврону. Она выставила бит на покупку, да? И как только там пошла тема, она купила. А, собственно говоря, надо было нажать... Ну, создать... Добавить существующую акцию в стратегию. Ну, это я на курсе о своём рассказывать буду. А так это, в принципе, пока вам просто, чтобы понятно было. Вот теперь всё правильно. Теперь у нас 200 шерст. Вот ордер открыт. Вот он. И 200. Вот у нас трейлинг, который тянется за шевроном. Вот красненький на продаже стоит. Ну, судя по всему, нефтянка... Так и будет топить наверх. Шеврон стоит сотку баксов. Поэтому может прилично походить. Наша задача не мешать машинке работать. Кстати, здесь у меня в сканере отбора стоят акции гораздо дешевле сотки. Поэтому я заодно с удовольствием понаблюдаю, как эта тема поработает на таких акциях дорогих. Что я стараюсь не включать. Смотрим. Вот сейчас она подтягивает трейлинг. Давайте посмотрим ближе. Вот наш трейлинг. Стоит на 116.50. Вот он перетянулся чуть выше. Видите? Всё это делает машина. Мы машине не мешаем. И в этом наша запорука успеху. Это нам даёт уже каких-то 40 баксов, наверное, прибыли. Мелочно, приятно. Это реальный счёт. Всё записывается в режиме реального времени. Собственно, задача дождаться, когда это всё перейдёт без убыток. Ну и спокойно туда расслабиться и получать удовольствие. Посмотрим, преодолеет ли шеврон уровень 117. 60 долларов прибыли. Вот наш трейлинг стоп перешёл в плюс. Видите? Подтаскивается дальше за машинку. Машинка подтаскивает его. Дальше. За акцией. При желании часть позиции можно закрыть и ручками. Это не мешает. Вот он 80 долларов уже нам нарисовал. Видите? Давайте посмотрим ситуацию по стратегии. Стратегия практически вся сейчас плюсовая. Это в режиме реального времени. Мы можем сразу же посмотреть, что происходит. Все наши покупки дали плюс. И наша продажа одна тоже дала плюс 1 бакс. Красота. Ну, общий плюс 76 на данный момент. Эх, где ж ты был раньше? Хочу сказать этому роботу. Вернее, нашим партнёрам-американцам. Где вы были раньше? Когда ж? Сколько ж можно было денег заработать в своё время? Ну, ладно. Это такое дело. Хорошо. Значит, смотрите. Мы можем попробовать закрыть часть прибыли. Там на 116, 98 где-то, да? Кусочек. Посмотрим, как на это отреагирует программа. То есть, ручками закроем кусочек. Смотрим сюда. Шеврон 200. Ордер на продажу. Осталась сотка. Вовремя закрыли. В смысле, можно было не закрывать. Ну, как обычно, я всегда говорю, ребят, как только начинает торговать руками, всё сразу гораздо хуже становится. Сейчас бы были уже большие прибыли. Но! Это вопрос не... Сейчас вопрос не об этом. Вопрос о том, как это всё жужжит. Вот, смотрим. Да, стратегия 87 долларов профита. Плюс. Нажимаем ещё раз. Смотрим результат. Текущий. Вот он. Красиво, красиво. Это предыдущая 76. Это текущая. И вот он подтягивает, подтягивает потихонечку. Стоп. Шеврон может улететь, кстати, куда угодно. Это я уберу сейчас. Да, я знаю, что это из тебя. Ну, как видите, да? Наш вход по спреду, хоть мы и потеряли тогда, да? Грубо говоря, 26 долларов мы уже их отбили. И перевес в нашу сторону стоит. Другие акции открыты по стратегии. Вот у нас только один шорт АМХ. Остальные все открыты на бай. Можем посмотреть, как это выглядит на 30 минутке. Ничего не видно. Давайте посмотрим, куда они могут вообще сходить. По дням хотя бы. То же самое непонятно. Где-то 118, да, нас может восстановить. Ну, хорошо. Будем рассчитывать где-то на 118. При этом я повторяю, что особо нам страдать здесь нечего. Трейлинг у нас подтягивается. Ну, так, для начала 80 долларов за 15 минут времени. Согласитесь, это не такой плохой результат. С учетом того, что просадок у нас там больше 20 долларов не было. Это достаточно неплёхо. Пошел в рост и спивай. Можем подтянуть это дело поближе. 117, 05, например. Стоп я только что подтянул руками. Трейлинг. Просто для того, чтобы не потерять львиную долю прибыли на резком откате, что вполне возможно. Пусть по шеврону. Так вот сделаем. Все. Нас исполнили. Finiton. Лаконегия на этом. Всем спасибо за внимание.